Учитывая, как счет складывался, обидно отпускать победу, если брать локально этот матч. Если брать более глобально, то учитывая те последние результаты именно по счету на табло, то сегодня очко тоже дорогого стоит. Я думаю, что сегодняшняя игра будет в любом случае переломной. В предыдущих играх я не могу сказать, что наши молодые ребята, футболисты, не хотели выиграть. Не могу сказать, что у них не было желания, не проявляли характера, бойцовских качеств. Но вот сегодня тот момент, когда могло у нас соединиться и бойцовские качества, и в то же время счет, непосредственно счет. Ну, если брать конкретную игру, тяжело, конечно. В первую очередь Ангушт. Это играющая команда. Я просматривал те игры и видел, что довольно-таки обдуманно осмыслили футбол. Видел какие-то системные моменты, как в атаке, так и в обороне. Есть плав опытных и молодых футболистов, поэтому сегодня я не ждал легкой игры. Ну, плюс погодные условия, свои корректировки тоже сегодня ввели в нашу игру. Чтобы пришлось больше играть к нам от обороны и по счету. В принципе, вкратце это такое. Вопросы будут? Учитывая туннельное положение вашей команды, она находится в подвале турниной таблицы. Учитывая сегодняшний для вас матч был гостевым, как вы считаете, команда сегодня заработала 1 очко или потеряла 2? Я повторяю, если брать глобально, в общем, чемпионат, то, наверное, все-таки хорошо, что мы очко взяли. Если брать саму игру, учитывая, как счет складывался, как игра складывалась, конечно же, обидно, что мы выпускаем 3 очка. Особенно пропускаем на последних минутах. И, опять-таки, она у нас, к сожалению, системная ошибка, системная проблема игры на стандартах у наших ворот. Мы из игры в игру пропускаем именно со стандартов, угловые или штрафные. Мы работаем над этим компонентом, но раз пока мы еще пропускаем, значит, недостаточно. И будем дальше еще больше уделять внимание этому компоненту в игре. После игры игроки или представители команды активно апеллилили главную орбиту стейчера. И ни в чем выражалось удовольствие от работы главного орбита. Она выражалась в том, что в том моменте, когда Тимухов Амирхан получил удар болезненный по ногам, судья не увидел, я скажу так, не увидел, что там был фол. Потому что, ну, можно это и посмотреть, кому руковое желание. Там реально человеку по ноге чуть не снесли и довольно-таки серьезные, серьезные уши получил. От мяча такой уши не получает, сто процентов. Еще один вопрос от команды G2. Не может быть на протяжении более 16 манча, кажется. Ну, многих. Да, ну, 16 манча, кажется. Ну, 17 манч сегодня, кажется. Был уже безвыигрышной серии. Команду играет психологически. Вот эта безвыигрышная серия. И чем связано то, что команда не может быть так продолжительными передвиждами? Ну, вы знаете, в этом плане я все ответственно беру на себя. В любом случае. Но, когда изначально я согласился на роль главного тренера, и с учетом тех задач, которые были поставлены у руководства передо мной, я прекрасно осознавал, что меня ожидает с молодыми футболистами играть на уровне профессиональных футболистов более опытных. У нас вся команда из молодых футболистов. У них больше половины, 80% футболистов, даже не пройдя, даже половина чемпионата молодежи в первенстве, они попали сразу уже в профессионал, в большой футбол. Там, где играют мужики, там, где люди играют за премиальные, там, где у людей семьи и все остальное. Поэтому набираемся опыта. Как и я, как тренер молодой, набираюсь опыта во всех аспектах трейгерской деятельности, так и сами ребята. Поэтому тяжело, конечно же, в любом случае, спортивное самолюбие играет, оно должно играть. Оно должно заводить из игры в игру, что мы не можем выиграть. Другое дело, что я не вижу большой проблемы прямо так таковой, что беспросветная какая-то игра, что беспросветно мы проигрываем. Очень много игр мы проиграли именно за счет того, что именно не хватило опыта. Опыта футболиста, в первую очередь. И опыта опытного футболиста наличия непосредственно на поле. Не говоря уже то, что я вначале сказал, что мне самому тоже учиться еще учиться. Вот мы все вместе, молодая команда, молодые тренеры, мы все вместе вот так вот и набираемся опыта, набиваем шишки. Это нормальный процесс. Нормальный процесс. Более чем уверен, что через это время эти же ребята будут играть и результат будет. Потому что пацаны, ребята, они футбольные ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Конечно, мы обязаны были этот матч выигрывать. Независимо от тех потерь, которые у нас произошли перед этой игрой. Но, к сожалению, смогли только ничего сыграть. Да, для нас потери чувствительны были в лице Газдеева и А.Кулакова. Это люди не только закрывают фланги, но также создают численное большинство впереди. За счет них мы создаем большинство и пытаемся реализовывать те моменты, которые у нас по наигранным комбинациям получаются. Но, к сожалению, один травмировался с маршруком в конце игры. Второй пропускал по желтой карточке. Поэтому, к сожалению, мы сегодня не смогли достучаться до футболистов, что соперник, хоть и не выигрывал, будет биться. По большому счету, так особо нам проблемы не создали. Но те два момента, которые выносы мяча и просто вынос был и в штрафную, и на дальнюю штангу. Но мы не доработали и получили два мяча и пришлось всю игру отыгрываться. Но не хватило ресурсов выиграть этот матч. Как Вы прокомментируете первый гол с пропущенным мышцом в начале игры? Это концентрация или не дошли от гостевой победы над Мушаком? Ну, я думаю, во-первых, концентрация. Мы предупреждали до игры на установке, что, смотрите, важна концентрация и мяч не должен падать перед футболистом. Потому что все равно прошел дождичек, очень опасно. Тем не менее, дали упасть мячу. Он прилетает. Ну и плюс, наверное, все-таки подсознательно. Мы это, конечно, чувствовали на установке, что подсознательно уже не выходя на поле команда как бы выиграла. Очень даже официально остановились на этом. Объяснили, сказали, что смотрите, вы еще уверен себя ведете. Команда может нам преподнести сюрприз, поэтому будьте готовы. Но не достучались, поэтому мы чувствуем свою вину тоже в этом, что мы не достучались до футболистов. После того, как Ангушт сомнил счет на 53-й минуте, кажется, Анджи Варан перехватил инициативу, начинал на наши ворота давить и забил второй гол. Вышли вперед. Почему это произошло? Мы же вроде на Кураже должны были забить и второй мяч, и третий, но наоборот пропустили. Ну, по идее, команда исполнительная команда есть повыше. Естественно, на Кураже добивают команду, и мы должны были добивать. Мы просили, наверное, болельщики слышали, как мы пытались объяснить, что надо второй мяч забить, и игра будет наша. Но, к сожалению, где-то не достучались, где-то они не понимают, наверное, что нужно додавливать соперника. Где-то все равно те два человека, которые, в принципе, в этом году вообще не играли, имеется в виду крайние защитники, тоже не понимали, не создавали вот это численное большинство. Через друг линию они играли, и поэтому, я думаю, все-таки пока психологи не до конца понимают футболисты, те вещи, которые мы пытаемся объяснить. Время для вас пообщем. Как-то все равно, что не думали, если не случайно, что они не болят, и оказать его не болезненно. Время для вас пообщем. Время для вас пообщем. Время для вас пообщем.